В эфире информационная программа новости 24 в студии Хадижа Курбанова. Здравствуйте! И коротко о том, что ожидает вас сегодня в выпуске. 17 или 23. Сколько платят за проезд махачкалинцы? Постоянные колебания в цене стали затянувшейся проблемой столицы региона. Какой выход предлагает администрация города, узнавали наши корреспонденты. Легкомоторный самолет упал на жилой дом в Чечне. Воздушным судном управлял дагестанец. Больше 20 медалей разного достоинства. То, с чем дагестанские спортсмены вернулись на родину. Тримфаторов чемпионата мира по джиу-джитсу встречали в аэропорте Махачкалы. 17 или 23. Этот вопрос в дагестанском обществе стал уже риторическим. Постоянные колебания в цене за проезд на маршрутном такси подогревают общественность. Транспортные компании активно то поднимают, то снижают цену. А жители города оплачивают проезд как придется. Вопрос затянулся. И, казалось бы, проблема уже должна быть окончательно решена. О том, что препятствует разрешению ситуации и какой выход из нее выгоден для всех сторон, узнавала моя коллега Патимат Ханапова. Ей слово. За лава открылись за эти пшени и копейки. За пшени и копейки вы же разговариваете. Они так и не утихают. Эти маршрутные страсти. Особенно обострилось все после требований УФАС снизить стоимость. Люди в недоумении. Сколько все-таки платить? Антимонопольная служба объявляет о незаконности тарифов 23 рубля. А тем временем водители некоторых транспортных компаний продолжают взимать эту сумму с пассажиров. Лучше бы они 20 сделали бы. Никто бы ничего не сказал, все бы платили. Согласны были бы. Да. 20 это еще терпимо. Ну ладно, пускай 20. Ну 23. Не туда. При тех мизерных зарплатах, которые получают в Дагестане по 23, тогда и условия, и сервис должен быть соответствующий. Вообще не соответствует. Как сарай на колесах ездит, так и ездит. Проект очень дорогая. И повысили ее необоснованно. Просто назло гражданам. А все дело в том, что пять перевозчиков отказались исполнять указания. А вот новострой «Транс» и «Пилот» согласились. Однако, как нам удалось выяснить, и они вот уже совсем скоро вновь повысят цену. А вот насколько пока еще остается загадкой. Однако известно одно. У каждого маршрута теперь будет разная стоимость. Экономически обоснованное выведут ее, исходя из расстояния маршрута, состояния транспорта и ее загруженности. Но, опять же, сегодня, снижая тариф, мы понимаем, что это временно. Почему? Временность данного решения заключается в том, что, повышая тариф в январе, оно имело вот это действие очень обоснованный характер. Почему? Потому что с 2016 года, как впервые в Махачкале был проведен открытый конкурс на маршруты, очень много законодательных актов в сфере транспорта вышло. И все они хотим мы или не хотим, нравятся они или не нравятся, мы должны соблюдать всех их. А соблюдать это законодательство на 17 рублях это невозможно. Почему? Потому что 17 рублей это тот тариф, который при полной свободе от налогов, при полной свободе от вот этих самых новых устройств и новых законодательных актов. Чтобы не обвинили их в сговоре, так объясняют представители транспортных компаний такую предстоящую разношерстность цен за проезд. Они признают, что такое решение не самое лучшее для жителей. Но мера необходима, иначе компании окажутся в убытке. Но к отребованию от надзорных ведомств много и затрат. Но несмотря на все сложности, есть в этой истории положительный пример. Это водители маршрута 44. Это те, кто смогли понять простой народ. Те, кто настояли, чтобы по их линии проезд сохранился в 17 рублей. Они думают, что их бесплатно ложится, эти 17 рублей. А когда 20 рублей, конечно, это и по карману чувствуется, и по голове чувствуется, и по нервам чувствуется. Люди тоже довольны. Ну, когда народу приятно, нам тоже, конечно, приятно. С нами кто ездит? С нами ездит простой народ. Такой же, как и мы. Мы просто в ролях водителей. Завтра мы будем в ролях пассажиров. Так что, что сами хотели бы давать, то и мы тоже берем. Увеличение стоимости – не единственное решение. Есть вариант получше, но посложнее. Например, перевести всех городских перевозчиков на регулируемый тариф. Что же это значит? Давайте разберем на примере троллейбусов, которые находятся на балансе мэрии. У них экономически обоснованная стоимость за проезд – 22 рубля. Однако пассажиры платят всего 13. А все потому, что разницу в 9 рублей компаниям компенсирует государство, выделяя субсидии. Нам нужно для комфорта 28 рублей. Но в городе больше 23 поднять, население не справится. И когда мы попросили компенсацию субсидии, переведите нас на регулируемый? Давайте попробуем. 5 рублей сделайте субсидию. Просто нам ответили, что в бюджете нет денег на субсидирование. Переход на регулируемый тариф хорош для всех – для жителей, для перевозчиков и для мэрии в том числе. Проблема лишь в одном – нехватки финансов. Городской бюджет не осилит такие расходы, а это более миллиарда рублей в год. Но, несмотря на это, администрации столицы и транспортные компании считают это решение самым верным. Главное – найти средства и поставить конец длительному транспортному хаосу. Да, такая задача у нас стоит. Глава города Салман Кадеевич тоже эту задачу нам поставил – посчитать, определить объем, стоимость. Потому что не должно быть так, чтобы неурегулируемое такое хаотичное определение тарифа. Каждый по-своему, по-разному устанавливает тариф. Люди выражают возмущение, недовольство. Почему до сих пор нерегулируемое, именно ввиду отсутствия возможности бюджета это все субсидировать. Как только мы устанавливаем условия, вернее, размер тарифа и экономическое обоснование тарифа им утверждаем, то уже разницу, соответственно, мы должны принимать на себя. Надежда есть. А вот удастся ли внедрить в Махачкале цивилизованную транспортную систему, покажет время. Во всяком случае, власть обещает, в частности, со следующего года в троллейбусах должна появиться безналичная оплата, а маршрутных такси – контрольно-кассовая техника. Патемат Ханапова, Нурмагомед Магомедов, новости ННТ, Махачкала. Похитили полтора миллиона рублей при ремонте дорог. Мошенничество было выявлено полицейскими в Лакском районе Дагестана. Случившимся обвиняют гендиректора и главбуха подрядной организации. По мнению следствия, они подготовили фиктивные договоры аренды спецтехники, якобы для проведения ремонта сельских дорог. Они же составили авансовые отчеты. Благодаря этим документам незаконно получили указанную сумму, которую в последующем присвоили себе. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. Дагестанец управлял самолетом, который упал на жилой дом в Чечне. Инцидент произошел в Шелковском районе соседней республики. Пилот не справился с управлением и легкомоторный самолет упал на дом. В этот момент в нем находилось четыре человека. Одна женщина попала в больницу с ушибами и ссадинами, а пилот с отресением мозга и переломом лопатки. Кроме этого, он зацепил линию электропередач. Без света остались порядка четырех тысяч человек. Как стало известно позже, самолетом управлял житель Дагестана Нурадин Весетаев, 1953 года рождения. По данному факту проводится проверка. Выезд на встречную полосу и езда с подложными номерами и пленочными покрытиями. Такие нарушения были выявлены сотрудниками ГИБДД в ходе профилактического рейда. Он прошел по проспекту Расула Гамзатова. По словам полицейских, зачастую именно водители свадебных кортежей нарушают все правила дорожного движения. И это несмотря на то, что подобное поведение может омрачить счастливый для новобрачных день. По итогам рейда было вынесено более 30 административных протоколов в отношении нарушителей. Хотелось бы обратиться к участникам свадебных кортежей в составе свадебной колонны. Свадебных кортежей не нарушали правила дорожного движения, не дают права нарушать правила дорожного движения. Каждый факт будет жестко пресекаться сотрудникам ДПС. Дагестану выделили деньги на выплату пособий в связи с рождением первого ребенка. Так как в бюджете республики не хватало средств, Министерстве труда России решили предоставить дополнительную сумму из нераспределенного резерва. Таким образом, в регион направлено около 1 млрд. рублей на больше чем 15 тысяч получателей. Отметим, получить выплату может семья, в которой родился первенец, начиная строго с 1 января 2018 года. Привлечение инвестиций, проблемы родного языка и отток населения в города. Эти и другие вопросы обсудили участники первого в истории Агульского района форума интеллигенции и бизнес-сообщества. Участники круглого стола обсудили вопросы сохранения языка и культуры агульского народа. Одной из главных проблем они назвали отсутствие учебников по родному языку. Последние для первых и вторых классов были изданы еще до 1995 года. В рамках форума прошла также встреча с бизнесменами, выходцами из Агула. По итогам обсуждений многие предприниматели выразили готовность стать на учет в горах и платить налоги в местный бюджет, чтобы таким образом поддержать малую родину. Дело в том, что проблемы, которые сегодня стоят перед самим Агульским районом, очень серьезные и одним государственным участием просто их не решить. Поэтому мы хотим привлечь инвестиции и на основе государственного частного партнерства, на основе взаимовыгодных каких-то проектов привлекать сюда инвестиции. А в Шамильском районе тем временем активно борются с террором. Там накануне прошло спортивно-патриотическое мероприятие в числе выступивших ученые-богословы. В своих проповедях они поведали о важности выбора правильного жизненного пути. Далее состоялась спортивная часть программы, в которой у каждого была возможность проявить свои физические способности. Самые меткие состязались в стрельбе из лука. Метанием гири и перетягиванием каната выясняли, кто самый сильный. Ну а самые ловкие соревновались в прыжках в длину. Всех победителей и призеров наградили грамотами, медалями и денежными призами. Мероприятие прошло по инициативе организации молодежи Амильского района при поддержке администрации муниципалитета. Выступали алимы, рассказывали о различных темах, касаемые молодежи. Особенности это тема экстремизма, темы, касаемые пристрастия к наркотикам, к насваю и различного рода таким наркотическим веществам. Такие мероприятия, они служат для единства, для сплачивания и молодежи, и остальных жителей. Нужно побольше организовать такого рода мероприятия во всех уголках Дагестана. Я думаю, будет очень много пользы. Больше 20 медалей разного достоинства завоевали дагестанские спортсмены на чемпионате мира по джиу-джитсу. Турнир завершился накануне в Москве, некоторые из триумфаторов уже успели вернуться на родину. В аэропорту чемпионов встречали родные и друзья, а также наши корреспонденты. Слово Курбану Рагимову. Золотая медаль в руках у полутора годовалого Джабраила – самая высокая спортивная награда его отца Магомеда Резванова. Выходец из селения Верхнее Инхило Ахвахского района впервые участвовал в чемпионате мира и сразу же сумел забраться на педестал. Путь к вершине был непростым. Резванову пришлось провести четыре победные схватки. В них мастер спорта по самбо и дзюдо полностью реализовал свои базовые навыки. Я тренируюсь в Спартаке, самбо, дзюдо, по джиу-джитсу, по грепплингу занимаюсь в школе Саудулаевска. Это Албакаро, университет файтер. Я прошел двухнедельный сбор перед этим соревнованием. Спасибо всем тренерам. За выступлением Магомеда с замиранием сердца следили его близкие родственники и друзья. Все они приехали в аэропорт, чтобы разделить с чемпионом радость победы. Заслуга, друзей его, тренеров, всех тренеров. Начинаю с Анулы Гасанханова, кончая, Шамин Шамсудинович, под дзюдо. Всех ребят благодарю, всех тренеров, всем спасибо, что сделали с него чемпионом. Я очень сильно волновался за брата, потому что он с Москвы ехал с травмой руки. Но как давно с Всевышним, нам ему Всевышний помог, и он занял первое место. Тем же обрадовал и меня, и родители, в первую очередь, и его окружение. Чемпионат мира по версии ACB собрал около полутора тысяч спортсменов из 15 стран. Выступая в разных дисциплинах джиу-джитсу, воспитанники дагестанских спортшкол выиграли в Москве больше 20 наград. Помимо Резванова, в этот вечер на родину вернулся серебряный медалист Магомед Беляров. Останавливаться на достигнутом спортсмены не намерены. В ближайших планах участие в престижном турнире в Грозном, который пройдет в начале августа. Курбан Рагимов, Магомед Расул Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Это были все новости к этому часу. Еще больше информации отслеживайте в наших социальных сетях, а также на ютуб-портале. С вами была Хадижа Курбанова. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»